Здравствуйте, сэр. У меня есть вопрос. Да, мэм. Вы посещаете множество учебных заведений, вы очень много путешествуете, и это все в течение одной жизни. Вы способны достигнуть большего, чем можно представить. Вы создали большую организацию, фонд Иши и множество центров. У вас много последователей, и все это за одну жизнь. Если обычный человек захочет сделать то же самое, просто прилагая усилия, тяжело работая, я думаю, ему понадобится минимум три жизни, а вы сделали это за одну жизнь. В чем секрет вашего успеха? В детстве вы надували мыльные пузыри? Мыльные пузыри. Когда вы надували мыльные пузыри, вы видели, что у кого-то получается вот такой большой пузырь, а у вас только такой маленький. Нужно задержать дыхание, а затем медленно выпускать воздух. Тогда получится большой пузырь. У всех в легких есть воздух. Но у кого-то получается большой пузырь, а у кого-то маленький. Что я хочу сказать, когда это касается тела, это мое тело, это ваше тело. Это понятно на сто процентов. В этом нет сомнений, не так ли? Это мое тело, это ваше тело. Это мой ум, это ваш ум. Но что касается жизни, то нет такой вещи, как моя жизнь и ваша жизнь. Это живой космос. И от того, сколько жизней вы сможете удержать в своей системе, настолько же объемна и широка будет ваша жизнь. У кого-то большой пузырь, у кого-то маленький. Вот он лопнул. И вы уже не можете определить, где мой воздух, а где ваш. Не так ли? Таким же образом, когда мы говорим о жизни, не существует такой вещи, как моя жизнь и ваша жизнь. Определенно есть мое тело и ваше тело, мой ум и ваш ум, но не моя жизнь и ваша жизнь. Есть жизнь, изобилие жизни. Это живой космос. То, сколько жизней вы содержите внутри себя, определит масштаб и содержание вашей жизни. То, что один может сделать за сто лет, другой сделает за десять. Просто благодаря интенсивности своей жизни когда я говорю об интенсивности жизни, это можно и сталкивать по-разному. Например, в одно время мы видели рост некоторых компаний. Такой бизнес характерен для Соединенных Штатов. За три года вырастает многомиллиардная компания. Как, скажем, Майкрософт или Фейсбук или им подобные. Во многом это происходит потому, что кто-то начинает использовать прорывные технологии. В другие времена такое произойти не могло. Так что это другое. Но если вы хотите создать что-то по-настоящему большое и значимое, хотя здесь важна не величина, а значимость, тогда вам необходима интенсивность жизни. Важно то, сколько в вас жизни. Я уже говорил, что йога стирает границы индивидуальности. Это означает, что в какой-то степени вы позволяете Вселенной проникнуть в вас. Когда Вселенная не против вас, но проникает в вас, становится частью вас, тогда ваша жизнь становится изобильной. Когда у вас будет изобилие жизни, вы будете делиться ей без колебаний. Когда вы делитесь большей частью своей жизни с другими, люди, естественно, будут это безмерно ценить, потому что они стараются ее накапливать. Если кто-то готов поделиться жизнью, естественно, вокруг него будет ажиотаж. Это приведет ко многим последствиям. У вас появится много друзей и много врагов. Множество людей, которых вы никогда не встречали, станут вашими заклятыми врагами. И вы не будете знать, почему. Вы никогда их не видели, никогда не говорили с ними, но они называют себя вашими врагами. Я не знаю, почему. Но это продолжает происходить в мире. Когда мы говорим о том, сколько возможно сделать за короткий промежуток времени, это не короткий промежуток, а 37 лет непрерывной работы. 7 дней в неделю, 20 часов в сутки, на протяжении почти 25 лет, даже больше. в среднем я спал от двух до двух с половиной часов в день. И я не лишал себя сна, просто поддерживал свою жизненную энергию настолько интенсивной, что сон не был проблемой. было время, когда я не спал на протяжении трёх-четырёх дней и работал в полную силу. Вы не спите не потому, что принимаете какие-то вещества, а просто благодаря воодушевлению от целей и преданности тому, что делаете. Сегодня я с гордостью могу сказать, что вырастил тысячи людей вокруг себя, которые стали такими же сумасшедшими, как и я. Они все начинают работать в таком режиме. Мы не знаем, во сколько они ложатся, во сколько встают, но они работают неустанно, 7 дней в неделю, без выходных и отпусков, и все они радостны. И если вы приедете в наш центр йоги, то увидите очень радостные лица, хотя эти люди ни разу не были в отпуске, у них нет никакой собственности, у них нет денег, но они радостны, потому что жизнь буквально опьяняет их. Вы замечали, что если в определенный день вы очень радостны и счастливы, то без проблем готовы делать то, что требуется, любой объем работы, но небольшое разочарование, и вы еле передвигаете ноги. За последние 37 лет я ни разу не испытал разочарования. Не все идет гладко, многие вещи происходят не так, как я хочу. Вообще-то, ничего не происходит так, как я хочу, это факт. Потому что то, чего я хочу, оно там. Но происходит постепенное движение к успеху. По причине абсолютной приверженности целей и сосредоточенности, мы запустили одно движение, люди собирались миллионами. И один очень известный человек в Индии сказал мне, «Садхгуру, такие толпы собирал только Махатма Ганди». Я ответил ему, «Не надо сравнивать, потому что у Махатма Ганди было значительное преимущество. У него был враг. Было с кем сражаться». Когда есть враг, то легко собирать толпы людей. Сейчас я постоянно напоминаю людям, что в вашей жизни есть только один враг — это вы сами. «Исправьте самих себя, тогда с вами все будет в порядке». Да или нет? У вас есть только один враг — вы сами. Если вы исправите себя, это будет великолепная жизнь. Без внешнего врага очень сложно двигать людей к цели. Но люди откликнулись поразительным образом не только в Индии, но и во всем мире. Люди в различных странах сильно на меня давят. «Садхгуру, вы сделали достаточно в Индии. Вы должны побыть там, здесь, сделать одно другое». Зачем я все это рассказываю? Вы — молодые люди. Если каждый из вас станет генератором энергии и активности, Индия, которая является нацией молодых людей, будет процветать и станет ранее невиданным чудом. Потому что в нашей стране самая высокая численность молодежи. Если у вас будут необходимы интенсивность и баланс — это важно. Интенсивность без баланса сведет вас с ума. Если у вас будут и интенсивность, и баланс, то мы сможем сделать чудо из этой нации. Все проблемы, которые мы наблюдаем в этой стране, могут стать делом прошлого за десять лет. Это не так уж и долго. Если вы посмотрите на разные народы, на историю этого мира, то единственная страна, которая привела большую долю населения от нищеты к достатку за одно поколение — это Китай. Но это было сделано силовыми методами и с огромным количеством боли. Погибли миллионы. Столько боли, столько насилия. Но сегодня народ Индии приблизился к такому порогу, что если правильно действовать через демократический процесс, то в ближайшие пять-десять лет без оружия, без кровопролития мы сможем перевести миллиард людей на другой уровень жизни. Подобного никогда не происходило в истории человечества. В Индии наступает переломный момент, и если мы поступим правильно в следующие пять-десять лет, вы увидите, как изменится эта страна. Без оружия, без кровопролития, без революций мы можем сделать это просто через демократический процесс. Мы стоим на пороге, но нам не следует стоять на пороге слишком долго. Мы должны идти к этому шаг за шагом. Это в наших руках. Мы, как поколение людей, должны это сделать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова